Сегодня наш утренний сюжет о правилах дорожного движения. Мы, как ни странно, начнем с претензии к управлению образованием города Магнитогорска. От кого претензия? Ну, прежде всего, от школьников, от их мам и пап, и от меня лично, как от ведущего программы «Автостоп», который ни разу не любит поспать. Ну, зачем же начинать занятия с 8 часов утра? Ну, в редком случае с полдевятого. Спать же хочется. Но сейчас не об этом, а о том, как дети прибывают на занятия в наши школы. Вот так утром к учебным заведениям подъезжают однозначно невыспавшиеся папа и мама. Почему возникла такая уверенность в их недосыпе? Потому что только с просонья можно усадить чада, не отметившие еще свое 12-летие, на передние сидения автомобиля. Хотя возникли еще две версии такого поведения. Нет, не детей, взрослых. Это либо полная безалаберность и, мягко говоря, глупость, либо последнее чувство, возникшее у человечества. Особенно у российской его части. Чувство собственной непомерной крутости. Тем, кто считает, что вместе с крутой машиной он купил полную безопасность и себе, и ребенку, комментарии нашего специалиста. С начала 2006 года в городе Магитогорске было совершено 82 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали дети. 16 из которых дети являлись пассажирами. Как правило, это пассажиры автомашин своих собственных родителей и родственников. То есть родители, заботясь о своих детях, делают им всякие поблажки, садят их на передние сидения, разрешают им стоять в салоне автомобиля, держась просто за сидение. Тем самым не подвергают их опасности. Ребенок при столкновении, при резком торможении, из-за небольшой массы своего тела вылетает на передние сидения заднего, вылетает через лобовое стекло, тем самым получает серьезные травмы. Госавтоинспекция хотела бы обратиться к жителям города Магитогорска и еще раз напомнить родителям, что ребенок до 12 лет должен перевозиться только на заднем сидении и быть пристегнут специальным удержащим устройством. Нет, конечно, есть и вполне адекватные и воспитанные люди, которые возят детей в возрасте до 12 лет только на заднем сидении. Но им мы бы посоветовали самим пристегиваться и пристегивать своих чад, в каком бы возрасте они не были. Но пока я не являюсь ни отцом многочисленного семейства, ни учителем по образованию. По образованию я инженер, а дети мои, дети мои это кошки, собаки, крысы всякие, животные мелкие. Но с точки зрения инженера могу поучать, Максим не даст соврать. Мы часто спорим, и в многом он со мной соглашается. С точки зрения инженера я вам расскажу следующую историю. Когда открывается клапан под воздействием пороховых газов пиропатрона, подушка раскрывается и ударяет по вашему фейсу силой боксера Майка Тайсона. А когда вы внезапно резко нажимаете на педаль тормоза, ваш ребенок перемещается от сидения до передней панели за какие-то сотые доли секунды. Вам это надо? Если надо, то поступайте в школу не ради уходителей.